Впервые за 680 лет в подмосковной Рузе прошли спортивные соревнования всероссийского масштаба. В открытом месяц назад в Дворце водных видов спорта состоялся чемпионат России по синхронному плаванию. Хотела поздравить Московскую область и этот прекрасный город Руза с тем, что он имеет такой замечательный спортивный объект именно для водных видов спорта. И с этим праздником, потому что это первый старт спортивный, который он сегодня здесь принимает. Дворце водных видов спорта. С этой программой сборная России безоговорочно стала первой на Пекинской Олимпиаде. Программа не новая, но в Рузе все-таки состоялась премьера. Премьера сборной России. Совершенно новая команда, новый состав и буквально за 3-4 месяца мы подготовили эту программу олимпийскую, очень тяжелую. Это конечно нереально на самом деле по законам синхронного плавания, 3-4 месяца это очень маленькие сроки. Но и за этот короткий срок золотому фонду отечественного синхронного плавания тренером Татьяне Покровской и Елене Грызуновой удалось из вчерашних запасных сделать коллектив, который будет побеждать. Мы будем очень стараться, будем надеяться, что будем вас радовать победами. По крайней мере мы к этому очень стремимся. Российское синхронное плавание все равно на две главы выше, чем все остальное. Поэтому я хочу пожелать удачи нашим девчонкам, которые скоро поедут на Кубок Европы, где они встретятся со своими основными соперниками команды Испании. Массовость, опыт наставников и подходящие условия. Десятилетиями отечественное синхронное плавание не изменяет традициям. Консерватизм, классика и даже застой можно называть как угодно. Равных россиянкам в мире нет до сих пор. Сергей Щербаков, Владимир Межинский, Георгий Сарсеков. Инфокс.